В стране ведётся активная борьба с коррупцией. Возвращаются государственные объекты, которые ранее были переданы в частную собственность. Доказательством тому являются аресты чиновников, причастных к коррупционным схемам, и возврат незаконно полученных средств в бюджет. Ранее в стране внедрялись различные документы и стратегии по противодействию коррупции. Однако их действие истекает в конце этого года. Теперь борьба с коррупцией станет ещё более жёсткой. Новая стратегия предусматривает применение единой политики, и для этого разработана государственная стратегия на 2025 и 2030 годы. При создании проекта были изучены лучшие практики применения механизмов предупреждения о коррупции. Особое внимание уделено совершенствованию антикоррупционного законодательства и внедрению цифровизации во всех сферах деятельности государства. Повышение доверия граждан государственным органам. Исполнение стратегии будет осуществляться в рамках плана её реализации, который содержит конкретные шаги, механизмы и сроки, необходимые для достижения поставленных целей. Целью стратегии является минимизация коррупции в Кыргызской республике посредством применения эффективных механизмов предупреждения коррупции, усиление борьбы с ней и устранение последствий коррупции, повышение доверия граждан к органам государственной власти и создание в обществе атмосферы нетерпимости коррупционным проявлением. Проект стратегиста документа предусматривает применение на системной основе комплекса мер противодействия коррупции и направлен на защиту прав граждан, интересов общества и государства от проявления коррупции. Участники заседания отметили, что коррупционные меры, предусмотренные в текущей стратегии, реализованы не полностью. Поэтому в новый документ были включены уже действующие меры. Главное – продолжить эффективную, систематическую и планомерную борьбу с коррупцией. Я считаю, что эта стратегия, она очень важна, потому что, как вы знаете, за последние три с половиной года главой государства, соответствующей правоохранительными органами в этом отношении проведена большая работа, борьба с коррупцией ведется по всем эшеланам власти и также мы видим первые хорошие, такие положительные результаты. Общественность высоко оценивает те действия, которые осуществляются нашими властями по предотвращению коррупционных проявлений, но, к сожалению, этого недостаточно. Нам нужна на сегодняшний день единая стратегия под эгидой которой в каждом государственном органе будет разработан единый план реализации этой стратегии. Я думаю, что если мы примем данную стратегию, она уже первые результаты мы в ближайшее короткое время увидим. Тут включено ОГО – это общественная государственная организация, это гражданский сектор. Без гражданского сектора мы не можем провести мониторинг, сами себе не можем провести. А гражданский сектор – они честные люди, это народ, простые народы. Вот роль этого указана. В настоящее время проект государственной стратегии по противодействию коррупции проходит согласование со всеми государственными органами и вынесен на общественные обсуждения. Ирлан Дюншалиев, Азамат Кыдыр Тоқтоев, Алатоу, 24.